Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о достаточно важной методике, которая была разработана порядка, может быть, 10 лет назад. За это время многократно использовалась многими людьми из разных стран мира и показала свою высокую эффективность в решении проблемы, которая считается нерешимой вообще. Это то, что называется стиминг, то есть такие повторяющиеся действия, которые совершаются ребенком с помощью своего тела или с помощью разных предметов еще, которых они крутят, вертят руках или как-то с ним взаимодействуют. И эта проблема не имеет практически в мировом масштабе своего решения, ни объяснения, ни решения. Поэтому сейчас принят в основном подход либо игнорировать подобные проявления, когда это оказывается возможным, либо стараться переводить их внимание ребенка на что-то другое. По большому счету ни то, ни другое не дает никакого действительности результата, потому что все это повторяется, повторяется с большей силой. Речь идет о авторской методике, которую я разработал порядка десятки лет назад. Условно назвал ее Steam+. Почему плюс? Потому что этот подход необычен тем, что мы не боремся с подобными проявлениями, мы не блокируем их, не пытаемся перевести, как бы заговорить зубы. Это то, что называется этим проявлением. Мы не идем у них на поводу, а наоборот мы обращаем на них внимание и помогаем им реализоваться в такой степени, что они как бы сами себя исчерпывают и прекращаются. В этом и суть. Опять-таки это основано на постулатах еврейской традиции, которая говорит о том, что все, что есть в мире, это создано Богом и имеет в себе, несет в себе положительный потенциал и какую-то положительную именно необходимость. Сейчас попрошу рассказать, поделиться опытом, кто хочет. Расскажите, пожалуйста, что такое с вашей точки зрения Steam? Как это было? Как вы к этому относитесь? Как вы к этому относились раньше? И изменилось ли что-то сейчас? Кратко, пожалуйста. Можно я, Давид, начну, пожалуйста? Да. Здравствуйте всем. Меня зовут Анастасия. Я из России, город Ялта, Республика Крым. Для меня раньше стимы были действительно какая-то стимуляция центральной нервной системы, то есть какая-то нехватка вот ребенка вот этих сенсорных ощущений, там еще чего-то. Может быть где-то отчасти оно так и есть, но я поняла, что больше в случае с моим конкретно ребенком, да, это было вот нечего делать от безделия, от того, что ребенок был, ну, занят чем-то не тем, чем нужно было, чтобы он занимался. Да, вот у нас были рядочки, у нас были башенки выстраивания и куча других там и на воду он смотрел постоянно, вот просто бесконечно и на дождь и свет включал-выключал, дверьми хлопал постоянно, да, и когда я поняла, что если я ребенка направляю в какое-то правильное русло, это все уходит. Вот, например, с башенками и рядочками у нас выстраивались кубики из лего и ну вот прям просто монотонно, постоянно, изо дня в день и с часа в час у нас ребенок этим занимался. Я, мое отношение к стимам, ну, в истериках, я их принимала все в истериках и кричала и ругалась, даже там бывало, что и по копии ему давала непонятно за что вообще. Потом я это все дело перевела, вот он строил башни, я его учила строить из конструктора. Я брала бумажку с инструкцией, показывала, что куда строится, ему это реально начало заходить и ему стало интересно. Параллельно с этим я рассказывала, какого цвета тот или иной кубик и вот мы с ним строили-строили и достроили мы этот стим для того, что у меня ребенок сейчас сам собирает конструктор по своему возрасту, да, то есть там пять плюс, абсолютно любой с легкой инструкцией он берет, садится и с огромным удовольствием он сам это все делает, то есть этот стим... Сам все делает. Да, ну, конечно, сложно, я ему помогаю, там где легкие, вот я вам присылала фотографию с экскаватором, который он собрал сам, ребенок собрал это сам, причем у него такая гордость, у него такое удовольствие от этого, он игрушкой это играет и параллельно он знает цвета, параллельно он понимает, что это квадратика, это треугольничек, а это круг, да, потому что там разные детальки, то есть вот таким образом мы избавились как бы от стима вот этих башенков и рядочков, потому что он понял, что эти кубики можно собирать во что-то интересное, логическое и получать еще и какую-то по итогу прикольную игрушку, да, вот, ну, поэтому для меня стима это, наверное, вот в моем случае не стимуляция нервной системы, это от безделия, то есть я психовала, нервничала, ребенок либо смотрел мультики, либо непонятно чем занимался, и просто от того, что он не умеет играть, он не знает, что делать, он начинает вот эти вот рядочки с кубиками, башенки и вот как-то вот у нас переросло в то, что ребенок реально сейчас очень интересуется вот конструкторами, собирает с удовольствием и так далее. — Понятно, спасибо, Настя. Следующий, пожалуйста. — Можно я скажу? — А, понятно, кто я? — Да. — Да, это я. — Скажи, кто из какой страны? — Я Валентина из России, город Сочи. Я не совсем согласна с рядочками относительно того, что, ну, у нас в том случае возможно было от безделья, у нас был, это единственный, я, знаете, не считала это стимом, у Виктора был бзик на рядочке с машинками, и он выстраивал эти машинки именно в ряд, и вот все-все, которые есть в доме. И пока он их не выстроит так, как ему надо, он не давал до себя прикоснуться, и он не давал эти машинки вот дотронуться до истерики, что вот если, не дай бог, одна куда-то сдвинется, это просто вот катастрофа. Но как только вот они выстраивались в рядочек, то дальше можно было заниматься другими делами, не дай бог, не трогая этот рядочек. Поэтому вот не знаю, как, стим это или не стим, но этот рядочек должен был стоять, не дай бог, дотронешься. И также другой, а это вот уже такой классический, я думаю, стим, когда он складывал все вещи на пол и бегал кругами, издавая звук, и вот такой круг вокруг этих вещей, это могло продолжаться 20, 30, 40 минут. Но его можно было теоретически отвлечь, я реагировала на это, ну, катастрофа, да? Ребенок пукает и бежит по кругу, это же, ну, страшно смотреть. Это, конечно, вызывало панику, это вызывало очень страх большой, что вообще, ну, больно. Да, во втором твоем видео есть запись этого, как это происходило. Он там положил сумку в центр и вокруг нее бегал кругами. Вот, и все время я его от этого, да, как-то забирала, за ручки оттаскивала, давай вот это сделаем, давай это. Его можно было от этого увезти, но почему это возникало, в какой момент оно опять возникнет, я не могла даже спрогнозировать. Ну, а у стима еще были у старшего, который мы вашим методом вылечили. Как вы лечили, пока не рассказываете, пока просто про стима, да? Да, и твое отношение, как ты вообще на это реагировала дома и вне дома? Что именно я делала по вашему методу? Нет, я имею в виду, как ты на это реагировала, когда это происходило дома и когда вне дома это происходило. На глазах у других людей. Ну, когда, ну, младший на глазах у других, конечно, рядочки не выстраивал и по кругу не бегал, а старший ребенок постоянно ел одежду в воротник. Это выглядело, ну, а так. То есть он до дырок прокусывал вот это. Сколько ему тогда было? Ну, он не такой часто бывает. 11-12. Сколько? 11-12, да? Понятно. А что ты сама ощущала в этот момент? Когда такое видела? Ты бешеную злость, что все происходит. Ужасно злилась, потому что это неприемлемо было совершенно. А он как-то на это реагировал? И, конечно, страх. Понятно. Ну, если он видел, что я начинала кричать, злить, то, конечно, на меня реагировал, на мои крички, попли. Но потом все равно продолжал это делать и остановить. Это было, ну, нереально не было возможности остановить до момента, когда мы сделали вашу процедуру. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Хочет ли кто-то что-то еще сказать? Здравствуйте. Можно я? Ну, именно по поводу вашего понимания, что это и реагирование. Кто? Я Арменька. Привет. Город Одесса, Украина. У нас темов было много. Это были как крылышки, рядочки, бег по кругу и бег по прямой линии. Я реагировала очень плохо, злилась, а если это происходило при ком-то, то испытывала стыд. Понятно. Сейчас что-то из этого есть или все осталось в прошлом? Ну, у нас бег по кругу плавно переходит в танцы. То есть это уже похоже на то, что включает музыку и танцует. Бег по прямой линии – это уже перегонки. Зовет братика, чтобы они поиграли. Братца зовет. А крылышки иногда бывают, но уже с осторожностью. А почему с осторожностью? А? С осторожностью, то я знаю, что я буду с этим бороться, заставлять, дальше делать. Угу. Он уже как только поднимает ручки, уже смотрит на меня и думает, что лучше не надо. Вот, да. Вот этот важный момент, потом к нему вернемся. Да. И сколько лет назад это было? И сколько времени назад это вот? Ну, это было… с трех лет началось. И… нет, не с трех лет обманываю. Это где-то… крылышки начали где-то в пять-шесть месяцев. Угу. Когда было ребенку. А все остальное уже постепенно. В два, в полтора… Сколько времени прошло уже с этого изменения, когда он стал контролировать это свое бахание? Ну, как только начала контролировать, где-то через две недели, через три недели я… Когда это было? С некоторыми я только начала бороться. Угу. И уже месяц назад начала и уже вижу изменения. Те дочки я сразу же заметила, что они пропали. Угу. Бешки по кругу тоже, наверное, через две недели их уже не было. Понятно. Как ты это воспринимала, вот когда это он делал на людике и дома? Вопрос сейчас? Я… я стыдилась. Мне было стыдно, что с ребенком что-то не так. Пыталась как-то это объяснить. Говорила, что он удивлен, он радуется. Хотя, часто я видела, что это было именно проявление радости. Проявление чего? А что на крылышке? Радости. Угу. Как только он чему-то радовался, он начинал уже прыгать и руками махать, бегать по кругу. Вот это у него было проявление радости. Понятно. Спасибо. Кстати, он сейчас раньше когда-то начинал хорошо петь. Поехали. Это тоже было. Как сейчас? Сейчас уже все. Уже этого тоже нету. Нет, ну он вообще не поет. Он тогда… Петя, он поет уже просто так. Ну вот так и я когда-то и просил, чтобы он просто пел. Ну, замечательно, что есть. Спасибо. Спасибо, Армен. Здравствуйте. Можно я тоже расскажу? Можно. Секундочку. Кто это? А, Гуля. Это Гуля, мама Дамира из России, Московской области, город Клин. У нас было очень много стимул. Очень. Крылышки, махание руками было с года трех месяцев. И ушли они буквально недавно. Месяца два назад. Очень долгое время. Когда мы приехали, помните научное лечение? Махал он палочками бесконечно. 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 Потом в ход пошли, он брал кусок бумаги, рвал кусочками. И вот вся квартира была в бумагах. Вся квартира. А какие еще стримы были? Ты его не заставляла убрать потом эти бумажки? Я заставила его убрать. А самое главное, я сняла все это на видео и ему показывала. Он смотрел с таким удивлением. Были истерики. Когда тоже я снимала на видео и показывала его поведение. Как он валяется, как он ходит по одному и тому же маршруту. Как он по эскалатору часами мог. Вот приходишь в торговый центр за одеждой, за продуктами. Он мог по эскалатору спускаться и подниматься часами. И автоматические двери тоже на торговых центрах мог смотреть часами. Возле нашего дома есть пятерочка. Мы стояли там по полтора, по два часа каждый божий день. В обед и вечером. Потом включал-выключал свет. Шкафчики открывал-закрывал бесконечно. Сейчас всего этого нету. Сейчас всего этого нету. Нам больше обошло метод. Не то, что я его заставляла. Я его снимала и показывала. И еще сеансы. Как только с вами проходили сеансы, ребенок тут же менялся. Тут же менялся. И ничего не надо было. Никакие таблетки волшебных не существует. Только давидотерапия. Спасибо, Гуля. И сказки. И сказки нам очень помогают. Сказки из цепы, да? Да, сказки из цепы. Особенно, когда перепады погоды. Он может даже в 4 утра, в 3 часа ночи проснуться, просить сказки. Я ему включаю сказки, и он продолжает спать. Спасибо, Гуля. Спасибо вам. Давид, а можно я тоже расскажу про наш Стим? Да, да, сейчас секундочку. Так, кто это? Это Алена. А, привет. И кусочек Володи виден. Мы с Россией из Кемеровской области. Наш Саша постоянно носил книжки. Смотрел часами на бегущие строки. Ну, у нас тоже очень-очень много было всяких стимов, конечно. И вот с этими книжками, ну, как бы мы его потом начали ему там читать, да? Показывать какие-то буквы. Он нас быстро научился читать. Вот эти вот, проходя мимо, допустим, где доска объявлений, он постоянно все читал. Он постоянно сам пальцем показывал. Понятно. То есть в этом явно проявился какой-то позитивный его, позитивная потребность. Через это он практически учился. Он застревал на одном и том уже и не двигался дальше, потому что, собственно, он не знал, куда и как двигаться. Но когда вы ему стали помогать в этом, вдруг оказалось, что… Он читает. Еще на горшок он у нас вот никак же не мог вообще на горшок ходить. Все, что он накакает, если мы что-то не увидим, он начинал это все размазывать по стенкам, где только немыслимо. Ну и мы тряпки в руки… Это вы тогда нам посоветовали постирать со своим… Ну и все. Он один раз помыл, один или два раза помыл с собой, постирал трусишки и перестал какать штанишки. Да, многим детям и младшего возраста, и старшего это весьма помогает. То есть исправление того, что они сделали. Это тоже один из пунктов вот этого метода. То есть принятие на себя ответственности за свои действия, как взрослого человека, ответственность за свои… И исправление того, что сделано не так. Да, у него что-то бывало там… Постоянно предметы все бросал на пол, все палочки ватные все раскидывал. И вот после вот этого случая, что у нас получилось с горшком, он также начал с собой все убирать. И то есть у него сейчас нет такого, что… Вы его не заставляли, отдельно с ним на это, то, что называется, не работали. Оно произошло само. То есть уровень его сознания повысился без каких-либо особых усилий с вашей стороны? Нет, Давид, получилось, ну один раз, например, то есть это надо было ему показать один раз. Он раскидал, то есть все, Саша… Непонятно, а показать надо было, но я имею в виду, что в дальнейшем он-то делал без того, чтобы вы его заставляли или вознуждали. Он сам, наверное, это… Ну он больше этого не делал, Давид. Как бы особо вот так, то есть если он… Понятно, когда ребенок понимаешь, что если он раскидает, собираться придется не маме или папе, а ему самому, он тут же уже подумает, а стоит ли это делать. Так, Давид, по факту ведь так и должно быть. То есть, ну, если ребенок… Ну, так и должно быть. У меня сейчас то же самое, вот Андрей раскидывает, там у нас целая гора конструктора. Я говорю, ты же пойми, ты сейчас раскидаешь, ты будешь собирать, он хоп и коробку назад. Вот я добавлю, да, да, они понимают и убирают. У меня вот даже в садике я сказала воспитателям, что что он набедокурил, тот он сам должен убирать, требуйте с него. И они говорят спасибо, он то, что разбрасывает, сам собирает. Полностью самостоятельный ребенок. Хочу добавить про горшок, это для меня очень больная тема, потому что Дамир с 4 до 4 месяца, когда начал дружить с унитазом, с горшком, до этого исключительно делал дела в трусике, даже на очном лечении. Вот, поэтому после очного лечения у нас мы подружились и с горшком, и с унитазом. Спасибо вам большое, это такая больная тема с горшком. У нас, кстати, тоже с горшком, вот только после очного лечения, вот сразу, когда мы рассказали уже Давиду, вот что-то у него с горшком, вот после этого, наверное, через месяц это произошло, что у нас сразу после очного лечения у нас и ложку начал держать, и на горшок самостоятельно ходить. Напомню, когда вы приезжали, он разговаривал как-то? Саша? Да. Саша не был говорящим ребенком. Он у нас, мы приехали в феврале, то есть он вообще ни слова, ну вообще не говорил, ни мама, ни папа, ни какие-то звуки, ничего. Сколько ему было тогда? Ну, получается, он был на лечении, ему как раз три года исполнилось. Вот, ну и через, наверное, через, ну вот мы в марте, ой, в конце, ой, в марте, да, они приехали, и получается летом он начал считать уже, вот первый его был счет, а потом вот начал читать, считать, и вот мама, папа, как бы и все, у него пришло понимание, он начал разговаривать. А мы начали говорить предложениями, разговаривать начали. Он у нас тоже начинает предложениями говорить. Ален, для вас я задам странный вопрос, странный для, ну, просто людей, которые будут это слушать. А что вы для этого делали? Занимались, ходили, водили его, там, логопедом, дефектологом, еще что-нибудь? Нет, Давид, до лечения мы водили его к дефектологу, но это были бесполезные такие вообще. Вот Вова с ним хорошо занимается, просто по букварю Жукова. Он начал, в общем, считать, они начали с этого счета превращать в какую-то игру, там, ну, какие-то там песенки счетоводные такие со счетом. Потом вот он начал с ним читать, вот по букварю Жукова просто. Вот мальчик бежит, смотри, вот потихоньку, потихоньку, и все, он с чтения с этого превратил вот в разговор. Теперь он пытается вот, ну, вот, сейчас вот мы, допустим, да, если что-то он не может сказать, мы берем, пишем это, ну, на листочке где-нибудь, да, и он там показывает. Он сначала вот есть не мог сказать, мама, дай кушать. Мы написали на листочке. Понятно, я просто спросил, потому что, насколько мне известно, вы, ну, в минимальной степени его таскаете по всяким внешним занимающимся, то есть вам практически почти ничего по сравнению с тем, что делают другие. Такие замечательные результаты. Все дома, да, Вит, все сами, вот. Он со мной не очень хочет, а вот слово он хорошо занимает. Ладно, еще один человек, кто кратко, если кто-то есть, кому-то очень хочется сказать. Ваше, по поводу вашего восприятия, мне вот это вот важно было. Тому, как это вы реагировали на проявления такие. Хотела бы рассказать, да. Давай. Ну, давайте, давайте, Валерия. Тогда вы. Да, у нас тоже были разные стимуляции. Это начиная от крылышек и заканчивая дверьми, рядочками, бегом по кругу. Я относилась к этому очень настороженно. Меня это пугало. Я боялась продолжения, я боялась, что это все будет развиваться, как на это будут реагировать окружающие. Я стыдилась, старалась его отвлечь, злилась на него, ругала. Ну, к счастью, я бы сказала, что это начало сходить на нет после очного лечения. Ну, и после применения методов по совету Давида. Скажи, пожалуйста, а когда мы начали вот общаться и то, что называется лечение? Дистанционно мы начали общаться, когда ребенку исполнилось три года. На тот момент у него уже присутствовали некоторые стимуляции двери и крылышки, и полный набор был уже на тот момент. Понятно. Ну, мы сейчас не будем говорить о том, что вы конкретно делали, в результате чего еще это все ушло. Единственное, что хочу сказать, что мы рады за вас, потому что все это осталось, все, что связано с аутизмом, осталось далеко в прошлом официально. То есть диагноз F84.0 был снят какое-то количество времени назад. Вот ты предоставил нам документы об этом, они у нас размещены на странице тоже. Да, сейчас у нас даже еще лучше, чем прошлый наш предоставленный документ. У нас отметился еще прогресс. То есть буквально на прошлой неделе мы проходили снова комиссию, у нас осталось ОНР третьей степени. Это вот недостаток окончаний, неправильное слово. Понятно. Мне очень понравилось то, как он читал стихи, поздравлял на видео поздравлений к Новому году и к моему дне рождения. Он тоже там рассказывал. Да, разговаривали. Радуешься, не веришь своим глазам, вспоминаешь этот ребенок. Еще буквально пару лет, может, назад вообще не говорил. Ну и там было много чего другого не очень аппетитного в проявлениях и прочее. Ладно, спасибо большое. Страшно вспоминать, конечно. Даже не хочется, это уже давно все хорошо. Да, это как страшный сон вспоминается. Не говорите точно. Спасибо. Так, переходим к основной части. Всем спасибо, кто что сказал. По поводу автостимуляции. Стимы. Значит, откуда это слово? Основывается на английском слове stimming, то есть stimulation, стимуляция. Этим словом называются всякие непонятные, повторяющиеся проявления ребенка, которые выглядят странно, раздражающе, бессмысленно. Это практически, по словам родителей и специалистов, которые с этим работают, это практически один из наиболее травмирующих факторов для семей, у которых есть особые дети. Потому что это сразу бросается глаза окружающим и вызывает вопросы и негативные отношения и в том числе к родителям. То есть это то, что сильно портит жизнь. Практически то, что принято сейчас, это либо игнорирование подобных проявлений, либо перевод их в какое-то, ну, отвлечь на что-то другое. Мне это практически все. От этого их частота и сила никак не меняются. То есть оно происходит, вот как Гулли рассказал, происходит, происходит и происходит. Не в этой ситуации, так в другой. Начало один возникает, потом другой и так далее. Сейчас я расскажу об одном методе, который был разработан и опробирован весьма многократно на протяжении последних более чем десяти лет. Практики помощи семьям с особыми детьми и подростками. Этот метод, он простой и естественный. Он не предполагает каких-либо особых, какого-то особого оборудования. Точнее, вообще никакого. Но предполагает изменение отношения к этому у самих родителей. Я сейчас... Внешне... Вот сейчас я произнесу описание его, скажем, десять основных положений этого метода. Я его назвал Steaming Plus и Steam Plus. То есть описание будет немножко длинное. Я сначала его произнесу кратко, потом поясню, что под этим имеется в виду. Но внешне это все происходит очень просто и естественно. Это как бы второй метод, который не просто для исправления, а практически для лечения подобных проявлений используется. Первое, это тот метод, которым было рассказано неделю назад. Это метод, который я называл Baby Video Feedback. Это делается тоже очень просто и естественно. Просто ребенку помогаем увидеть себя со стороны и практически может оценить свои действия, глядя на себя глазами других людей. И как это ни странно... Почему странно? Потому что люди обычно считают, что достаточно часто, что их дети мало что понимают. Это, кстати, основная ошибка взрослых. Что дети не понимают, не поймут, если сказать, объяснить, что они не понимают. Но они видят, что дети все понимают и реагируют изумляющим родителям образом. Реагируют как люди, которые все понимают прекрасно и оценивают себя со стороны адекватно. Вот этот метод, он позволяет решить эту проблему легко и просто. Опять-таки, это требует изменения отношения родителей к этому. Статистически, вот только вот этот один метод, который сейчас я расскажу, он помогает, ну, статистически где-то процентов в 95 случаев. Все всегда индивидуально, все всегда зависит от многих обстоятельств, но в целом подобный подход, он весьма эффективен. Значит, что имеется в виду? Мы не… Эти проявления, во-первых, мы их замечаем. Обычно люди стараются не обращать на это внимание, потому что делать особо нечего с этим. Мы не пытаемся его как-то остановить, а наоборот, мы его усиливаем и раскручиваем по разным осям. Усиление, реализация, усложнение, перевод в упражнение сознательное, осознаваемое и радостное. Ну, если формально говорить, вот это можно разделить на такие пункты. Первое. Я сначала кратко прочитаю, потом поясню. Первое. Активное изменение отношения родителей к таким проявлениям. Второе. Перевести этот неосознаваемый и автоматически совершаемым ребенком процесс, в осознаваемое и контролируемое самим ребенком ресурсное упражнение. Третье. Сделать выполнение этого упражнения обязательным, в том числе по четко установленному количеству повторений или по обязательному времени. Четвертое. Не игнорировать ситуацию, а включать перевод на упражнение, при любом проявлении повторяющихся действий, то есть автоматически. Пятое. Усилить проявления для полной реализации потребности в основе своей физиологической. Безо всеми этим проявлениями есть какая-то физиологически обусловленная потребность, который вызывает этот стиль. Шестое. Усложнить и комбинировать задания. Потом поясню, что это. Седьмое. Тренинг по расписанию. То есть это упражнение должно быть приведено в рамку упражнений, которые выполняются по четкому расписанию. Например, в 10, в 2, в 5. Пример. Не когда ребенку захотелось, а вот именно как необходимое тренировочное действие. Наиболее интересные, тоже необычные пункты. Одушевление людей и предметов. Потом поясню, что это такое. В понимании самого ребенка. Девятое. Обращение к сознанию ребенка. Призыв посмотреть на себя и свои действия со стороны. Десятый пункт. Обращение к чувствованию ребенка. Внешне, практически, это выглядит очень просто. Например, ребенок машет руками. Я потом сейчас поясню эти пункты. Известная всем ситуация. Ребенок машет руками. Так называемые крылышки. Предлагается следующее. Первое. Обратить на это внимание. Увидеть в этом проявление какой-то позитивной, нереализованной потребности ребенка. Не как что-то дурное. А как вот мы говорили, что с точки зрения еврейской традиции, все есть, во всем есть положительный потенциал. Мы видим в этом именно попытки некого, может быть, потенциала или потребности реализоваться. И мы с этим не сражаемся, а мы с этим начинаем дружить, начинаем это поддерживать и усиливать. Причем, переводя это из ранга неосознанного такого движения ребенка. То есть, у детей махание крылышки возникает, как всем известно, в моменты определенного эмоционального возбуждения, скажем так. И вот начинается вот такое рефлекторное дергание. Они этого не, как правило, можно сказать, или всегда, они это сами не замечают. Потому что вот их руки совершают вот такие вот движения. Предлагается вот следующее конкретно. Ну, предложить ребенку обратить внимание на свои руки, спросить, что твои руки сейчас делают. Это вот десятый, там, девятый пункт. И практически его заставлять делать, вот как он начинает делать. Говорит, так, хорошо, значит, начинаем тренировку. Нужно не просто вот махать руками, а нужно сделать, например, десять раз подряд. Именно десять и не меньше ребенку, или нужно там три минуты подряд, или больше. В зависимости от кого-то, если ребенок по сорок минут, например, делает одно и то же движение, там может потребоваться, естественно, больше, потому что он привык к этому. Но при этом, при таком упражнении, время подобного необходимого упражнения, оно резко сокращается, за счет того, что это ребенок начинает делать сознательно, он обращает внимание на свои проявления. И тут все меняется. Кратко говоря, мы просим ребенка махать крылышками, нужно, например, десять раз подряд. И считать вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Если ребенок считающий, то чтобы он это считал. Конкретно. Десять раз, двадцать, тридцать. В любом случае, чтобы это было больше, чем он привык это делать. Всегда возникает такое, как родители потом подтвердят, что ребенок, когда его начинает заставлять делать то, что он делает, говорят, что нужно делать хорошо, нужно делать качественно, давай, нужно хорошо помахать руками, столько-то раз, не меньше. Ребенок очень быстро это прекращает и пытается как-то переключиться на что-то другое. Вот задача родителей в том, чтобы сделать так, чтобы он был вынужден на начальном этапе это сделать. Именно нужное количество раз. Ну вот, возвращаясь к этим пунктам. Выглядит все очень просто. Мы с этими проявлениями не сражаемся, мы их поддерживаем, мы их усиливаем, мы делаем их более сложными. И при этом это переводится в сознательный уровень восприятия ребенка. Опять-таки, объяснение многословное, может быть, не совсем понятное. Внешне это делается очень просто. Люди, которые это делали, могут рассказать о результатах. Еще раз более конкретно рассказать. Первое. Активное изменение отношения родителей к таким проявлениям. Меняем отношения на активное. То есть мы замечаем сразу же. И начинаем ребенку помогать это переводить, поставить под контроль и перевести в рамк сознательного упражнения. Ну, многие родители, и это весьма целесообразно, потому что, как вот писали мне многие родители, если подобное не останавливать, то происходит ухудшение по другим тоже параметрам. Вот перевести этот неосознаваемый процесс в сознательный и как ресурсное упражнение. То есть ребенок через вот такое вынужденное упражнение, вначале оно вынужденное, потом оно становится радостным. Ребенку интересно это делать, родители тоже могут стать, с ним тоже вот махать так руками, прыгать, шататься из стороны в сторону, к примеру. Делать всякие вот такие вот движения, которые, ну, принято называть системами. Третий пункт, сделать выполнение этого упражнения обязательно, как я говорил, то есть самый важный момент в этом упражнении, это правильность его выполнения. То есть, если ребенок сделает два-три раза вместо десяти и потом, ну, корму бежит, говоря прямо, то пользы от этого не будет никакой. Нужно сделать так, чтобы ребенок был возвращен и был вынужден это сделать. Именно как упражнение, то есть его обязанность сделать это упражнение. Да, как я говорил, не игнорировать, усиливать проявления. То есть то, что делается, нужно делать качественно. Например, если ребенок машет руками, значит, надо это делать не просто вот так вот как-то, а с хорошей амплитудой и силой. Если ребенок кричит, например, шататься тоже это нужно усилить, вот надо хорошо делать, если ты делаешь, то надо это делать хорошо, качественно. Ну, заткнуть себе уши какие-то затычками, чтобы ребенок мог хорошо покричать, к примеру. Опять-таки практика показывает, что когда ребенку, который кричит, ему предлагают кричать еще громче, он вместо, ну, вначале он начинает кричать, а потом он просто прекращает. Потому что он видит, что вот эта вот манипуляция, может быть, которую он пытается делать с помощью этого крика, она не проходит и происходит совершенно другой эффект. И в этом тоже секретное упражнение. Обычно все вот эти, многие из таких стимов, они, так как на их родители активно, негативно реагируют, они являются еще иногда способом манипуляции ребенка. Когда ребенок видит, что подобный подход не действует, он на это просто, вот это просто не происходит. Это было по поводу усилить проявление, комбинировать, усложнить, комбинировать. Ну, приведу один пример. Когда-то много лет назад, приведу, наверное, лет 12 назад, одна мама одной девочки рассказывала, что у нее есть такие проявления, как она машет руками, прыгает на одном месте и кричит. Я попросил ей в этом помочь и просить или вынуждать ее на определенном этапе вот это делать. Она рассказала следующее, что девочка сама вдруг встала на батут и стала одновременно делать все три эти действия. И прыгать и кричать и макать руками. Через короткое время после этого все это как-то ушло в прошлое. То есть, потребность была реализована. И она ушла не потому, что ее забивали, а потому, что она себя реализовала. Мы сейчас не говорим о том, что за всем этим стоят органические причины. Так называемые крылышки, по нашему опыту, происходят в силу как результат определенного поражения в районе воротниковой зоны, скажем там и ниже, поражения спинного мозга. Это может быть в результате родовых травм. Разные причины бывают. И в результате этого возникает при возбуждении ребенка, возникает вот это вот рефлекторное, неконтролируемое ребенком макание клетушками. Мы не говорим сейчас о причинах вот этих всех действий. Мы говорим о том, каким образом, воздействие непосредственно на эти причины, мы практически можем вылечить их и их проявления. То есть их реализовать эту потребность, помочь ребенку это делать. Тренинг про расписание. Да, вот это, как и говорил, это нужно делать не только когда ребенку захочется. Вот увидели его, он начал говорить, сразу же переводить это на упражнение. Обращать внимание и это перевести. Но и просто по расписанию, вне зависимости от его потребностей и желаний, вот он, ему предлагается, ему нуждаются это делать, например, три раза в день. Просто как тренировка в спортзале. Вот надо сделать столько-то подходов в такое-то время. Например, десять раз помахать руками, три раза похлопать, потом повернуть еще в другую сторону. Сделать то же самое и так далее. То есть перевести это, скомбинировать, усилить и перевести это в сознательное упражнение. При этом предлагается еще следующее – одушевление людей и предметов. Имеется в виду обращение к ребенку, к его сознанию, так, чтобы он задумался о том, что вот предметы, по которым он стучит, например, они это чувствуют, они тоже живые. И родители, другие вот объекты, как бы для него, они тоже живые, они чувствуют что-то. Им это может быть неприятно. И вот это можно назвать обращение к сознанию ребенка и к его чувствованию. Ну, тут приведу один из таких примеров. Опять-таки, все, что я рассказываю, оно все абсолютно индивидуально. И одним людям, детям подходит одно, другим больше другое. Но я расскажу, например, случаи, которые были. Года полтора назад к нам приезжал один ребенок, у которого была одна очень такая активная потребность стучать дверьми. И он это радостно делал, вот конкретно хлопал дверью моего кабинета, где в это же время были другие взрослые дети. Были на сеансе либо кто-то другой там проводил сеансы, это мешало. Я попробовал по-разному. Я сначала ему говорил, что, пожалуйста, не надо хлопать. Это мешает. Ноль эффекта. Пробовал подставить, например, какой-то предмет, ботинок, чтобы это не хлопало. Тоже никак. Ну еще разные другие способы тоже были попробованы, результата тоже никакого. Не обращать на это внимание я никак не мог. Потому что это мешало активно другим детям. Дети реагировали на вот эти звуки, кого-то это пугало. То есть это нужно было как-то не допустить. Я ребенку сказал, говорит, ты знаешь, вот дверь мне сказала, что ей плохо от этого. Ей больно, что ты ею хлопаешь. Дверь. Двери было неприятно от того, что ты по ней бьешь. Ты ею бьешь. Вот и она попросила меня это прекратить, чтобы я не допускал этого. И потом происходило следующее. Когда ребенок снова, он естественно продолжал это делать. Он уже имел большой опыт в таких действиях. Привычку. Где-то уже и потребность. И потом происходило следующее. Я ему раз говорил, два говорил. Потом я его очень нежно, деликатно брал под мышки. И через 2-3 секунды он обнаруживал себя в другом конце квартиры. Просто. Я ему слова не говорил. Просто его отводил на некоторое расстояние. Он был в шоке. Вот раз оно и прекратилось. Пару, тройку раз такое произошло. Ну и собственно и все. Больше он этого не повторял. Почему? А ему было объяснено, что вот эти предметы, по которым он стучит, им это неприятно. Он никогда об этом не задумывался. И что это может привести к каким-то действиям, которые вот это прекратят. Было еще один случай, но не совсем для описанных ситуаций характерно, но тем не менее. Тоже лет 12 назад пришел один молодой человек, который ко мне приходил на лечение, ну по другим всяким проблемам. Он привел своего сына, которого выставили из садика за не очень хорошее поведение и еще из-за того, что он там ничего не хотел делать и в общем не хотел идти в садик. Вот каким образом ребенку, ну я его естественно тоже как-то помог ему, в том, чтобы он себя лучше себя чувствовал в том числе. Но речь сейчас о другом. Каким образом можно двухлетнему ребенку объяснить, что он должен ходить в садик? Он просто должен ходить в садик. Понятно, что обычный разговор о том, что вот ты должен, вот это вот твоя обязанность или там иначе с папой не смогут там пойти на работу и прочее для него никак не прозвучат. Там ему конкретно помогло следующее. Я как раз, когда он пришел, я вытащил какое-то количество вещей для передачи другим людям. Израиль это вообще очень принято, что передаются вещи, которые вышли из использования, передаются другим людям, так называемый ГМАХ, это общество, ну место, куда сдаются всякие вот, где оказывают помощь, в том числе материальную и вещами. Отдают вещи и их бесплатно берут другие люди. Как раз, когда он пришел, была вот такая вот кучка, выложенная вот таких вещей. И среди них была одна сумка. Я решил эту сумку, которую я покупал для нашего младшего ребенка, и с тем, чтобы он с ней ходил в садик. Она была очень хорошая, на колесиках, то есть, ну, мечта. Ребенка. Ребенка. Он в результате выбрал другую сумку, без колесиков, предпочел таскать на себе. Я дал этому ребенку эту сумку, и спросил, ну, видел, что она ему понравится, что он хочет ее взять себе. Ну, и так ему собирался ее подарить. А потом вдруг спросил, говорю, а ты хочешь, чтобы эта сумка, она, вот, пошла к тебе? То есть, одушевление сумки, одушевление ложки, которой ребенок там лупит почему-то, одушевление того сего 5-20-го. Я спросил, а ты хочешь вот эту сумку получить в подарок, чтобы она пошла к тебе? Да, хочу. Говорит, ты знаешь, что это сумка для детского садика? Да, действительно так. Я говорю, если ты, и дальше происходит то интересное. Я ему говорю, если ты хочешь взять эту сумку, ты должен понять, что ты тогда должен будешь, ты будешь ответственен за того, чтобы ее водить в садик, сумку, не сам ходить, а ее водить в садик. Вот эта сумка должна ходить в садик, она вот для того предназначена. Если ты хочешь ее взять к себе, то ты должен будешь ее выгуливать, водить ее в садик. Хочешь? Да, хочу. На следующее утро, да, когда они уходили, я говорю его отцу, что когда вернет, если завтра будет проблема, но она всегда была долгое время с тем, что ребенок не хочет ездить в садик, он говорит, ты мне позвони, пожалуйста, я с ним поговорю. Разумеется, он позвонил, ребенок не хотел идти в садик, и я ему говорю, ты знаешь, вот ты помнишь, мы о чем все говорили, что эту сумку нужно водить в садик, так что, пожалуйста, одевайся и отведи ее в садик. Ребенок вздохнул и пошел. И больше этих проблем с хождением в садик там не было. То есть это вот то, что я назвал подушевлением предметов. Когда люди, дети, не просто так вот лупят почему-то, они тоже задумываются о том, что вдруг этому предмету больно. То есть опять-таки перевод это в сознательный ответственный уровень. Вот я несколько так многословно описал вот этот метод, который я назвал Steam Plus. Почему Plus? Потому что мы вместо того, чтобы воевать с этим, игнорировать, страдая, мы, наоборот, это радостно переводим, усиливаем, помогаем этому реализоваться. Так, чтобы действительно вот потребность, которая за этим стоит, которую мы, собственно, не можем правильно понять, продемонстировать, определить. Но, тем не менее, мы своими действиями помогаем ребенку это реализовать. И тогда он от этого освобождается. Потому что эта потребность, она уже реализована. С одной стороны, с другой стороны, она приведена в конкретное другое русло, упражнение, действие. Вот как бы, и плюс еще, естественно, это ответственность за свои поступки. Если что-то разобрал, поломал ребенка, он должен это исправить. И параллельно вот то, что родители рассказывали, очень помогает первый метод Baby Video Feedback, когда ребенку помогает увидеть себя со стороны. В общем, вот проявление любви и уважения к этому стиму, к этой потребности, и есть вот основа того, что лежит в основе вот этого метода, который практически решает проблему, можно сказать, семейного масштаба легким и естественным образом, без каких-либо побочных действий. Я сказал. Теперь вот попрошу высказать свои точки зрения, кто-то хочет что-то дополнить. Давид, очень здорово. Мне так понравилось с одушевлением предмета. Вот это прям мне вообще прям как-то, знаете, сейчас запало. То есть вот что он, да, там где-то долбит, крутит там что-то, что объяснить, что до этому. Я думаю, что это вообще очень здорово прям. Мне вот это почему-то самое такое прям как-то, знаете, запало очень сильно. Да, и когда вот первый раз это вот произошло, мне вот, я имею в виду как, именно применение как метода такого, вот я вот описал этот случай с, знаете, ребенком, который получил одушевленную сумочку и стал ее водить. Это как-то само собой, естественно, произошло. То есть я это не планировал делать, оно как-то само создалось и оказалось очень интересным. Да, ну, но работает. Вот если кто-то хочет рассказать о том, как это у вас работало или что-то не работало, просьба тоже рассказать сейчас об опыте использования этого метода. Кто-то хочет рассказать этого подхода, отношения, не знаю, как сказать. Можно сказать. Всем здравствуйте. Меня зовут Даша, я с Казахстана, с города Караганда. У моего сына Кирилла очень было много стимов вообще до дистанционного лечения, до почтного лечения. Ну, практически весь набор. Нам очень помогла методика, получается, стим плюс, да, вы говорите. Ира придумала это название. Надо же как-то это назвать. Да, да, да. Вот он открывал-закрывал двери, включал-выключал свет, кружился, потом выстраивал ряды, все, все, все. Вот это прошло благодаря вот этой методике. Допустим, хождение на носочках тоже было, но это уже прошло после очного лечения. Это нам тоже Юсефа подробно рассказала, почему такая проблема. И еще это было как-то интересно связано с горшком. Он когда вот хотел в туалет, по-большому, по-маленькому, и боялся горшка, и не ходил туда, и ходил на носочках. Вот. После очного лечения это все прошло, и стим ушел, и ребенок... Ну, это не стим. Вот хождение на носочках это не стим, это результат определенного, ну, нарушения, называется пирамидный синдром. Нет, это не стим. Это лечилось разными способами, в том числе авторским методом, который мы с Асафом Коэном придумали. И тут вот, потому что наклеились вот эти магнетики на биологически активные точки, и вот то, что Исефа делала, то, что другие все делали. То есть это не стим в привычном понимании, это совершенно явное проявление некого органического поражения. То есть это не что-то... Хотя, знаешь, по-моему, это называется тоже стим. Ну, это тоже такой хороший пример того, что многие вещи, которые, ну, просто являются проявлением какой-то физиологической проблемы, ну, называются стим. Ну, махание крылышками, и вот это вот хождение на носочках тоже считается стимом, да. Ось, включи его. Хорошо. Включи. Да. А что вы делали для того, чтобы это ушло? Я сама ушла. Я имею в виду махание крылышками и прочее. Я относилась скептически к этому, то, что вот повторение. Я думаю, ну, наверное, ребенок не поймет, или ему это еще понравится, потому что до применения этого метода я пресекала всячески. И у ребенка поведение ухудшалось, он еще больше в это обреждался, ну, то, что включать-выключать свет, открывать-закрывать двери, вот. И потом практически с первого дня я уже ощутила, что это работает, когда его заставляешь. У него были просто удивленные глаза, что, почему, почему я его заставляю. И такой понимающий... Ты бы не включал как бы его сознательно, не говорил, ну, посмотри, вот это твоя рука. Она нажимает, делает вот такое движение нажимает. То есть это надо все обращать ему внимание на то, что, а что же в действительности происходит? Что вот его рука вот притянулась туда, он нажимает вот так-то. Как правило, дети это... не осознают это. И только вот помощь в осознании этого, она сразу дает очень много. Ой, это я, это моя рука? Вот это вот моя рука? Он когда это осознал, сразу все это и прекратилось. Конечно, иногда это бывает, но это как-то в процессе игры. Он закрыл дверь, завез машину в гараж. То есть открыл дверь, завез машину, закрыл дверь, все, говорит, машина в гараже. Вот, все, это игра. А просто так, чтобы он подходил, этого делал, нет, этого нету теперь. Понятно. Понятно. Спасибо. Так, слушаю. Кто-то еще хочет добавить что-то? Да, я хотела бы подсказать насчет вот опыта применения, как мы справились с крылышками в результате. Помог очень Давида способ, метод. Секундочку. А, Алексей Аслер. Да. Да. Тим плюс нам конкретно очень помог. Делали мы так. Я брала песочные часики, переворачивала их ровно на пять минут. Ставила и говорила, пока песочек сыпется, ты будешь махать. Ребенок жутко уставал, нервничал. На третью минуту он сдавался. Я заставляла его вот эти две минуты домахивать. Мы сделали это всего три раза, может быть. И все. И он забыл об этом. А сколько лет он до этого махал? Ну, два года махал точно. Ну, уже привык, наверное. Тебе огромное спасибо за это усовершенствование. Я сам никогда про песочные часы не думал. Я думал, наоборот. Я говорил всегда, если ты помнишь, что нужно показать ребенку часы. Вот, например, стрелка находится там-то. Сейчас на таком месте. Вот когда она будет вот здесь, вот тогда можно остановиться. Одновременно тут ребенок изучает, обращает внимание на часы, на время, на то, что время имеет свою продолжительность, и на циферблат и так далее. А вот по поводу песочных часов, спасибо. Будем это знать и использовать. Не думал. Да, я буду рада, если это кому-то еще поможет. Нам это помогло на третий раз, можно сказать. Мы забыли об этом. Всего три раза и проблемы нет. Проблемы нет до сих пор, да. Замечательно. Причем это, как мы говорили, и ты, когда ты приезжал, мы тоже, я думаю, это лечили. Эта проблема имеет название пирамидный синдром. Да, к сожалению. Обусловлено определенным типом возбуждения, определенных типов головного мозга. Решение своего... А, подожди-ка, подожди, я путаю. Я перебутал. Нет. Махание крылышками – это травма в районе, скажем условно, между лопатками. Шейного отдела, да. Ну, то же самое, кстати говоря, по поводу пирамидного синдрома, когда ребенок становится на носочки и на них так ходит, тоже вполне может быть полезным. Переведение – это сознательное упражнение. Он должен ходить столько-то времени и не меньше. Я такого никогда не рекомендовал. Действительно, может быть, оно имеет смысл и, может быть, принести пользу. Спасибо, Лев. Спасибо, Лев. А еще можно использовать метод кухонные часы. Я использую. Да, можно так, да. Да, кухонные часы, например, заводишь там на две минутки, когда прозвонит, тогда уже он может остановиться. Вот я использую кухонные часы. Спасибо. Зачем вы все это раньше мне не сказали? Ну, вы сейчас, по ходу, вспомнили. Раньше там были. Да, тоже замечательно. Да. Очень практично. Да, спасибо, Стэлла. Хорошо. Так, да, это из Голландии. Да, из Голландии, да. Есть ли у кого что-то еще добавить? У нас тоже. Можно я? Да. 7+, она нам тоже помогает. Я буквально недавно начала этим. Секундочку, секундочку, я попробую найти, кто говорит. Арменька. Да. Это у нас крылышки. Уже шесть лет они у нас есть. После очного лечения намного меньше стало. Но все. Я как-то не обращала внимания, а потом решила использовать наш метод. Сейчас, особенно когда он, допустим, включает там планшет, какую-то игру или видео, что-то интересное, начинает махать ручками, я подхожу и говорю, давай, повторяй, быстрее. И считаем сто раз. Он должен это повторить. А вот два дня я уже… Давай обучение счету практически. Да, да. То есть сто раз он машет ручками и хочет переключить, а я не пускаю, говорю, нет, продолжай. Сейчас уже два дня он, как только поднимает ручки, сразу на меня смотрит и, наверное, думает, лучше не надо. И сразу опять эти ручки, да. Так, теперь вопросы. Есть у кого-то какие-то вопросы? Спасибо. Можно вопросы? Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из России. У нас проблема в том, что… Я не знаю, Стима это или не Стима очень любит телефон, планшет, телевизор. И когда снимаешь его плохое поведение на телефон, он сразу берет с интересом и смотрит с интересом. То есть ему это как бы неприятно, а наоборот в радость взять телефон и посмотреть. Кто-то, может быть, сталкивался с этим, как с этим бороться. И я так понимаю, что если очень большое зависание на гаджетах, тоже применять метод Стим Плюс, то есть давать ему четко в одно и то же время, как бы ограниченное время, там, по полчаса, да, вот, чтобы он насстретился этим? Потому что мы даем… Нет, нет, нет. Я не… Речь идет о другом идет. Речь идет немножко о другом. о том, чтобы эти действия он совершал под заставляющим контролем взрослого человека. И здесь, опять-таки, речь совершенно не о том, где я оказывается не просто так остановил, действительно совершенно о другом речь, о взаимодействии с гаджетом. Это вопрос совершенно другого рода. И единственное, что общее, это то, что и в этом тоже мы привыкли видеть что-то негативное своими глазами взрослых. А практически это не совсем или совсем не так. Для ребенка это способ общения с миром. Для ребенка это способ изучения этого мира. Дети… И вопрос не в том, как с этим воевать, а как это использовать для того, чтобы это приносило безусловную пользу ребенку. Только в этом вопрос. Многие дети, ну, скажем, все практически, наверное, они с помощью гаджетов, с помощью программ, мультиков и так далее, они изучают. И когда они изучают мир, изучают математику, изучают многое того, что мы даже представить себе не можем. Потому что мы смотрим на это другими глазами. И постоянно происходит случай, когда обнаруживается, что дети вдруг… взрослые обнаруживают, что дети обладают знаниями, которым их никто никогда не обучал. И более того, что сами родители, например, этими знаниями не обладают никак вообще. Дети это изучили через вот это вот… Да-да. Раздражающие, да. Изучают языки, изучают счет и так далее. Недавно вот бабушка одного ребенка прислала с удивлением видео, на котором видно, как она сидит с внуком и он решает уравнение. Складывает там, вычитает. Ребенку недавно исполнилось пять лет. Когда он к нам приезжал, то он вообще был неговорящим, четыре года, три года, не помню, сколько ему было тогда, еще четырех не было. Бабушка рассказывает так, что, опять-таки, это не по теме немного, или совсем не по теме, но тем не менее, очень кратко. Она его решила обучить цифрам. Ребенку обнаружила, что он сам все знает. И там до 100 или до 1000, он сам прекрасно все вперед и назад читает и знает. Никто его этому не обучал. Кроме тех мультиков, в которых он смотрел, в которых это показывается. Она стала его обучать основам арифметики. И, к своему изумлению, обнаружила, что она это тоже знает. Вот это вот она засняла на видео и прислала. То есть не надо из этого делать врага, нужно сделать из этого другой сотрудник. Все, прекрасно. Это не стима, это не другой. Ладно, если нет тогда вопросов именно по теме, конкретно стиминг, мы тогда на это закачиваем. Следующая, по многочисленным просьбам, следующая беседа будет на тему тоже весьма злободневную агрессия и самоагрессия. У ребенка как к этому относиться и как, опять-таки, как увидеть в этом положительный потенциал, положительный стимул, и как перевратить это в пользу и практически вылечить, каким образом это все, условно говоря. об этом мы поговорим в следующий раз. Опять-таки, речь пойдет об авторской методике. Но опять-таки, здесь сложно это назвать методикой. Это просто воплощенное в действие понимание того, что за этим стоит. Оно достаточно неожиданно, ибо опять-таки, мы в этом видим не что-то дурное, а какую-то положительную потребность в том, что ребенок практически этими действиями старается сделать себя более здоровым. Как это ни странно. И что сделал для того, чтобы произошла помощь ребенка оздоровление его и чтобы это осталось прошлым. Но это другой вопрос. В следующий раз. На этом мы заканчиваем. Всего доброго всем. Есть ли какие-то вопросы и просьбы задать потом лично. Всего доброго всем. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok